Ведь сначала пришлось через разбитое окно. Журналистов в квартиру Владимира Видана пускать не хотели. Бардак и хаос. То есть вот такой элемент как бы есть. Но потом всё же согласились открыть дверь. Пойдёмте я с вами, можно? Нет, 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 сейчас я покажу. Мебель сломана, на полу горы мусора, белья и грязной посуды. Так семья Еремеевых живёт много лет. У нас было тут всё идеально 8 лет назад. Супруги давно не работают, с головой ушли в оккультизм. Ибо сатана приближается, и да будет принято время темно. Единство чёрной империи. Коллекционируют черепа животных, лепят и рисуют. Это у вас что, расскажите. Сказочный калаш, то есть это как бы бойкие демоны, какие-то вот... Мне демон очень нравился. В семье две девочки, 7 и 8 лет. Школу не ходят, зато целыми днями наблюдают за творчеством родителей. Вот и пример я делал. Они с интересом смотрели каждую новую скульптуру с большим удовольствием. А кто это у нас новый и так далее. По словам соседей, гуляют дети редко и в основном, когда стемнеет. Они ночью живут той жизнью, которой надо жить утром. И дети кричат. Поведение у них какое-то такое странное. А в чём странности? Ну вот вы когда с них увидите, там сами пойдёте. В минувшие выходные в квартире начался пожар. Но даже спасателям дверь открыли далеко не сразу. Детей вы не хотели выпускать из квартиры во время пожара? Нет, мы их хотели выпускать. Ситуация такая, что... Но пожар, собственно, был, он был локализован нами с женой. В столичном департаменте соцзащиты семья давно считается проблемной. Но попасть в квартиру и выяснить, как живут дети, органы опеки смогли только после пожара. Девочки были помещены в медицинское учреждение. Предварительно пока, по крайней мере, с точки зрения медицинской. Там более-менее нормальные, так сказать, есть параметры. Мы поможем и в обустройстве квартиры после пожара. Поможем с устройством детей в школьные учреждения образовательные. Поможем родителям с трудоустройством. По словам представителей департамента соцзащиты, пока оснований для изъятия детей из семьи они не видят. Обещают за счет города сделать в квартире ремонт и приобрести мебель. С семьей должны будут работать психологи. Только нет гарантии, что родители снова откроют соцработникам дверь. Кстати, дочерей в больнице они так и не навестили. Слишком заняты подготовкой к выставке. Дмитрий Петрович.